Вот вы так рассказываете, у вас прям глаза лучатся. То есть это такой светлый человек был? Да, да, это... Когда Александр Андреев вспоминает дедушку Леню, на глаза наворачиваются слезы. Леонид Трофимович был одним из самых важных людей в жизни Александра. Каждое лето маленький Саша гостил на Украине и ни дня не обходилось без дедовой истории военных лет. Выстроили переправу деревянную и Т-34 танк по этой деревянной переправе, но он едва ли помещался по ширине. И он учил бойцов, что... и потом и меня учил, когда я ездил по колее автомобильной уже, он как инструктор. Он объяснял так бойцам, что надо одну гусеницу направить по колее, которая ближе к тебе, а вторая сама попадет куда надо. Фамилии Правдивой на этой мемориальной стене нет. Дед Александра Андреева похоронен в Молдавии. Прадедушку Диана не видела никогда, но знает о нем почти все. В семье бережно хранятся фотографии, личное дело, письма и записи героя войны. В 1936-м его призвали на службу, но у него были престарелые родители, поэтому они сразу отпустили. И он сам написал доверенность родителей, что они готовы отдать его в армию. Войну Леонид Правдивый начал лейтенантом. Почти сразу же после окончания получил майора. Западный Карельский и Украинский фронты. Великая Отечественная закончилась для него в Польше. Контузия не позволила дойти до Берлина. После войны дед Александр Андреева остался в вооруженных силах. Потом возглавил местный совет ветеранов. Я помню этот китель, он был очень тяжелый, потому что он был весь увешан медалями, орденами. Конечно, примеряли, и дед просил это сделать. Он рассказывал про курсантские годы, может быть, оттуда. И зародилось у меня сознание курсантской жизни. И не только у него. Военным стал и брат Александра. А сам он даже побывал в горячей точке. Скромно говорит, я помогал тем, кто участвовал в боевых действиях. И многие из них не вернулись домой. Я был в этой атмосфере, подышал этой атмосферой. И еще ближе понял рассказы деда про это все, как оно происходило. И вот в этой компании, в чеченской, так называемой, погиб друг мой, который похоронен в городе Артеме. В первый раз на могилу к Виктору Куцу Александр Андреев поехал на велосипеде сам. Затем к нему присоединились единомышленники. Каждый год 6 апреля велосипедисты со всего края проезжают 80 километров мемориального велопробега. Первый раз участников было 5. В 9-й в этом году – 184. Цель не забывать то, что было в современной истории, касаемо Виктора Куца, гибели. И то, что было в нашей истории страны, Советского Союза, в смысле во время войны. Я просто иногда представляла их на своем месте. И я даже не представляю, как это – казни, расстрелы, война за войну, освобождение городов. Это очень страшно, поэтому нужно помнить. История деда – это не только история семьи. Это история целого государства, которого больше нет. Современное время показывает – все может повториться. И тут задача отца и желания его дочки совпадают. Ничего нельзя забывать. Екатерина Богдан, Александр Синельников, Телемикс.